Телеканал КРТ представляет Реформы полиции и так далее Вы более квалифицированно можете ответить на все эти вопросы Потому что все мы знаем, что у нас пришла реформа полиции И как известно, вы были как раз уже Вы имели возможность наблюдать эту реформу на практике И поэтому очень интересно понять Как на местах, а вот конкретно в Винницкой области Проходила эта реформа, к чему она привела И что вы увидели изнутри, так сказать Как вы изнутри можете проанализировать Уровень этой реформы, качественные какие-то изменения И вообще, что у нас происходит в правоохранительной системе Дмитрий, этот вопрос очень болезненный Для всех нас, кто отдал свои лучшие годы Министерству внутренних дел Я в системе с 1998 года И переживал несколько этапов развала Того, что раньше называлась милицией, сейчас полицией Что хочу констатировать Вот на предмет начала самой реформы У нас, назовем так, отправную точку Было плохо По разным, по разным обстоятельствам По разным, ну различным поводам, можно сказать так Но система наладом дышала, будем говорить так Особенно после событий переворота 2014 года Когда люди, исполнявшие свой долг Были вынуждены за это отвечать Их отдали под суд, повыгоняли с должностей и так далее Это очень сильно дезорганизовало работу милиции в целом Потому что, в принципе, я считаю, что все Ну на сегодняшний день не доказано ни одного эпизода Чтобы кто-то из сотрудников милиции на момент 2014 года На момент Майдана, я имею в виду, применял там Незаконно оружие, незаконно силу Мы действовали все в рамках существующего закона о милиции В рамках той ситуации, которая была Массовых беспорядков, захвата админзданий Посягательства на конституционный строй и так далее То есть представителям Майдана было совершено масса преступлений Которые мы пытались пресекать Как это положено по закону В итоге получилось, что те люди, которые стали грудью на защиту страны От произвола определенных радикалов Они попали под судебное представление и так далее Это нанесло существенный вред системе Потому что система должна защищать людей Которые защищают народ, порядок и так далее Что произошло потом? Лидеры Майдана, лидеры этого переворота Которые в своих соцсетях со сцены Майдана Призывали убивать, цитирую, мусоров Потому что они не люди Сами возглавили Министерство внутренних дел И начали проводить реформу Ну это примерно то же самое, Дмитрий Если бы нас с вами назначили Я не знаю, кто вы по образованию Я милиционер У меня техническое образование Да, если бы нас с вами назначили реформировать птицефабрику То есть теоретически мы знаем, как она работает Курица дает яйцо и так далее А практически мы не знаем Поднаходные всего этого Так и получилось с вот этими всеми ребятами Которые возглавили МВД Говорящими головами этими Которые сопровождали эту реформу Как там Я не люблю называть даже фамилию этого человека Мне противно Геращенко, Зарян Шкиряк Там всякие Шевченки То есть это чистая профанация Кроме того Мало того, что у самих тут полно дураков Так еще и пригласили со стороны Великих специалистов Учительницы с Грузии и так далее Которые начали нам тут проводить реформы Значит, ну начнем с самого начала Как бы, что это Вот мы проснулись в милиции 7 ноября и стали полицией Я вот тогда служил в Черниговской области Начальником УВД города Чернигова Поменяли табличку Была милиция, стала полиция Потом поменяли форму Потом поменяли Кое-как работавших ППСников, ГАИшников На патрульную полицию Потом стали менять название И в результате всей этой замены Ничего, собственно, кардинальным образом Не поменялось Кроме того, что Если, допустим, раньше мы жили В какой-то парадигме результатов Ну как, то есть руководитель отчитывался Вышестоящим руководителем Все мои Я буду говорить напрямую Потому что я как бы не боюсь Я дитя системы и прожил в ней И хочу быть откровенным И самим собой И с вашими телезрителями Все мы фальсифицировали отчетность Ставили плюсики, минусики Потому что это была система показателей Эта система рухнула А на ее место пришла еще чудовищная система Система очковтирательства В средствах массовой информации В социальных сетях То, что мы называем масс-меню То есть сейчас Каждый уважающий себя начальник Обзавелся своими пиар-менеджерами Региональными прикормленными журналистами Аккаунтами в соцсетях И освещают абсолютно бездумно Свою работу, делая медиакартинку А на фактически В стране происходит что? Каждый день кого-то убивают Каждый день какие-то ЧП Вот недавно Несколько недель Захваты заложников Организованная преступность Банды бродячих Бородатых патриотов-активистов Участников Куликовского сражения Не путать с Одессой Это такая шуточная метафора И вот во всем этом Абсолютное бездействие полиции Нежелание выполнять Свои функциональные обязанности Неумение руководителей На местах Руководителей центрального уровня Организовать эту работу Обезопасить общество Обезопасить граждан Все это отзывается Очень большой болью Я, поверьте мне И, к сожалению, констатирую Это очень с большим Таким болезненным ощущением Потому что я отдал этому Большую часть жизни И вижу, к чему мы пришли К сожалению, это так Не потому, что я покинул ряды полиции Я просто вижу все это со стороны Переживал это внутри Этот весь слом Вот Далее что пошло После всех этих мытарств Начались аттестации Вот собрали Аттестационную комиссию Бывшая доярка Парикмахер И вот это вот Понятие общественный активист Я не знаю откуда Ну просто Я ставлю Давайте так Я буду называть это понятие В нашем разговоре Тунеядец Вот То есть человек Который ничем не занят Ходит на акции За деньги И вот такие люди Вошли в состав Этих Аттестационных комиссий Причем они сформированы Были с самого верха Туда не надо Ну Было приказ Такой Был отдан Не брать туда Каких-то кадровых Офицеров Которые бы оценивали Профессиональный уровень Человека В первую очередь Они начали спрашивать На этих аттестационных комиссиях Знаете ли вы пофамильно Жертв Небесной сотни А где вы раньше работали Ну это важный как бы вопрос Но Там были категории людей Такие вот как я допустим Кто проработал в УБОПИ Управлении по борьбе Организованной преступности Или Других оперативных подразделениях Которые по мнению активистов Занимались там Какими-то Недоказанными ничем Никакими судами Преследования майдановцев И так далее Вот начали На местах сводить Личные счеты Вот допустим Был какой-то там Пример Допустим В Херсонской области Когда приходит Заместитель по оперативной работе Одного из подразделений На Аттестацию А там сидит человек Которого он когда-то задерживал Да Вот такие Интересная история Да Такие вот ребята Начали оценивать Офицеров полиции Не по их профессиональному уровню Нисколько они раскрыли преступления Ни как они Там Себя вели в определенные там Критические ситуации Профессиональные Я имею ввиду А то что там знаешь Не знаешь Небесную суть Вот Кроме этого Надо отметить Что имели место Моменты Подкупа этих Тунеядцев Да Которые в эту Аттестационную комиссию Сходили Они носили Тотальный характер Таким образом Вот допустим Прошел аттестацию Например Вот Бывший мой подчиненный Бывший начальник Отдела полиции Винницкой области Господин Пресежнюк Бывший начальник ГАИ Винницкой области Если вы хотите Я вам поясню Что такое начальник ГАИ Раньше Я не знаю как сейчас Не думаю что изменилось Это человек Который собирал С ГАИшников Строил обязательно Дом начальнику УВД Или Другие какие-то Исполнял обязанности Вот такие люди Прошли аттестационную комиссию Потому что у них Была какая-то лапа Были какие-то деньги Которые можно было заплатить Коррумпировать Было достаточно Просто Вот этих Так называемых Активистов Конечно Это же Вот смотрите Вот эта вся Общественная активность Общественная деятельность Она вся Построена на деньгах Дмитрий Мы же взрослые люди Правильно Каждый человек Хочет кушать Одеваться Ездить За границу Отдыхать И сейчас Вот появилась Такая профессия Общественный активист Люди которые Что ты можешь сделать За деньги За деньги Я могу сделать все Хотите пойду На манифестацию Против Зеленского Хотите пойду Против там Еще кого-то Платите деньги И все будет хорошо Это работает именно так Я понял Структуры Все превратились В организованную преступность А вот А как вот Вы уже стали Начальником Все-таки Винницкой области Начальником полиции И вот Что вы там Увидели То есть Что там происходило И почему Вас так быстро Оттуда убрали Смотрите Значит Я Я начну Немного Отвечать на ваш вопрос Для того чтобы было понятно Немножко перед этим моментом Когда меня назначили Меня назначили В январе 2016 года В Венецу А до этого работал в Чернигове Я уже несколько раз давал По этому поводу интервью В Чернигове Я участвовал Ну никак Я не участвовал Обеспечивал правопорядок На выборах По 205-му Округу Избирательному Там впервые Столкнулись кланы Порошенко И Коломойского В лице Избираемых По этим округам Депутатам Или кандидатов Депутаты Корбана И Березенко Ну и В связи с тем Что мы Слава Богу Провели эти выборы Без поножовщины Петр Алексеевич Решил Что я Компетентный Очень Специалист И решил Направить меня В Винницу Для того Чтобы я Навел там Порядок Это дословно Я говорю Вот Меня вызвали К президенту И он Предложил мне Возглавить Винницкое управление Полиции Причем Так очень Красиво Все начиналось Нам надо Навести порядок Там такая Ситуация Сложная Вот Ну а фактически Как бы это я уже Узнал потом В клане Правящим Тогда Произошел Раскол То есть Гражданин Гройсман Который потом Стал Премьер-министром Украины Стал дрейфовать В сторону Народного фронта От Петра Алексеевича И Для того Чтобы Его немножко Взбодрить Петр Алексеевич Решил Меня туда Назначить То есть Взбодрить как Я объясняю Я там не выполнял Никаких заказов А Смысл был именно такой Навести там порядок Почему Что Что смутило Это всех Ну Петра Алексеевича В свою очередь Смутило то Что там Эта область Выходить Началась Под контролем А фактически Что Ну У нас Это Тем более Вся Украина Региональные элиты Винницкой Винницкой области Любой области Они держат Область Свою под контролем Это Финансово Политические Круги В частности Вот допустим Винницкую область Держит клан Гройсманов Папа Бывшего премьер-министра Там Наблюдает За всем этим делом Там Не происходит Никаких Бизнес-событий Более-менее Значимых Не согласованных С Членами Этого клана Там Были На момент Того Как я был туда Назначен Назначены Все силовики От этого клана Допустим Начальник СБУ Вообще Со времен Януковича Там сидел Подпадал Под люстрацию Но тем не менее Держался За счет Политического влияния Гройсмана Прокурор был Гройсмана Начальник милиции Города Гройсмана Мэр Гройсмана В общем Это Ну клановая система Она У нас сплошь и рядом И вот В эту всю историю Я Как говорится Был Назначен И Так как Поставлена задача Руководством ВД Руководством Государства Начал наводить Порядок А что собственно Это не только Винница Еще раз говорю Это вся наша Страна Страдает Незаконный Нелегальный Игорный бизнес Нелегальные Обменные пункты Контрабанда Спирта В Украину Сигарет И орехов Из Украины Нарушение При строительстве Нарушение И кража Земли Все это Контролировалось Политической Финансовой Еще раз говорю Элитой Которая вся Замыкалась На Семью Гройсмана Значит Владимир Борисович Я С ним встречался Естественно Представился Вот Он Говорит Мне Что Уважаемый Антон Валерьевич Я бы хотел Понимать Куда вы Будете шагать И вашу Кадровую Политику И тут Я сделал Наверное Самую главную Свою ошибку Я говорю Владимир Борисович Я сам буду Руководить Здесь Сам буду Определять Цели И задачи Своего Ведомства Согласно Руководящей Линии МВД Вот И не нуждаюсь Не в чьих Тут Советах И так далее Вот Ну и начал Борьбу С этой всей Командой И тут же На меня Посыпались Доносы В СБУ Передачи Во всех СМИ От прикормленных Тунеядцев Мэром Винницы Владимир Борисовичем По поводу Моего Сепаратистского Прошлого Дмитрий Мы с вами В этом Видите Чуть В одной категории Находимся Почему Потому что Я сам Уроженец Крыма Из Севастополя Никогда Этого Не скрывал Русскоговорящий Плюс Нашли Там у меня В архиве Какие-то фотографии С парада С моим дедом Фронтовиком Датированный 2014 Когда я находился На гражданке Я По версии Потом Украинского Следствия Таким образом Сприял Аннексии Автономной Республики Крым То есть То что вы Пошли на парад Это Сприяние Аннексии Да Да Это Дальше Давайте Коснемся Я Закончу Значит В результате Вот этого Неравного Столкновения Потому что В отношении Меня Моей семьи Началась Сумасшедшая Медиакомпания Которая стоила Каких-то Условно говоря Для меня Очень больших денег У меня Таких нет Я не мог Ничего противопоставить Кроме Каких-то Брифингов Где я Отрицал Какую-то Свою Принадлежность К каким-то Незаконным Формированиям И так далее Я не мог Ничего противопоставить А меня начали Долбить По всем каналам Что жена У меня Поклонник Путина Что Я сепаратист Что там Какие-то Гражданства У кого-то есть В результате Всего этого Естественно Владимир Борисович Со своей Вот этой сворой И он играл В пас С руководством МВД Ну а с руководством МВД у меня Вообще не сложилось Потому что я Крайне неуважительно Отношусь К Кате Деканаидзе И к Авакову И как бы Никогда этого Не скрывал Я считаю Что это вообще Люди-паразиты Нашей системы Которые ее Разваливают И разваливают До того Что она просто Треснет Вот Ну и Как бы Они поддержали Всю эту медиокомпанию Сначала В отношении Меня Началось Якобы Какое-то Служебное Расследование Не видел Никогда Этих Материалов Вот Ну и в итоге Не находя Поддержки Нет администрации Президента Которая хотела Там навести Какой-то порядок А потом Испугалась Этого порядка Наведения Нет своего Руководства МВД Я решил Подать в отставку Пришел К Хате Деканаидзе Она очень Возмутилась Что я был На параде Я говорю У меня Дедушка Воевал В победоносной Красной армии Я говорю У вас Предки В какой-то Другой армии Воевали Что вы так Негодуете Ну и После этих слов Естественно Дружба наша Не срослась И Я предложил Такой вариант Что я сейчас Схожу в АП Получу добро И уволюсь Ну и только За мной Закрылась дверь Меня начали Увольнять На сегодняшний день Есть три приказа О моем увольнении Я сужу сейчас С МВД По этому поводу Ни с одним из них Меня не ознакомили В общем По беспределу Уволили И через два дня Меня задержало СБУ За По обвинению В измене родины Это Винницкая Получается СБУ Да Задержала меня Черниговская СБУ По поручению Винницкого СБУ Значит Я уезжал из страны Вот Они обставили все Что якобы я бежал Хотя меня никто Не вызывал Никуда Вот И Задержали меня За измену родины Фабула преступления Такова Что Я Являясь сотрудником Полиции Милиции Хотя я не являлся Я уволился После Майдана Сразу же Находясь На параде 9 мая 2014 года В своем родном Городе Севастополе Сприял Окупации Окупационным Властям Это первое Чем я сприял И второе У меня была Фотография С боксером Николаем Валуевым Я в ресторане Увидел Валуева Подошел Я люблю Бокс Сфотографировался Ну и Разместил В соцсетях И это тоже Являлось Основанием Ну то есть Я этим тоже Сприял Окупации Крыма Ну в тот момент В 16-м году Насколько я Помню Тогда я уже Находился В СИЗО И тогда Как раз Был максимум Истерии И поиск Врагов народа Во всем И поэтому Я думаю Что если вы На параде С дедушкой Были И еще Фотография С Валуевым Ну тогда Это я думаю Точно Должен быть Какой-то расстрел На месте Ну как минимум Доказательная база Смотрите Как формировалось Все это В отношении меня Значит В Виннице Существует Один из представителей Классов Тунеядцев Таисия Гайда Представитель Полка Крым Такого Крымско-татарского Обиженного народа Который Непонятно Где воевал Почему-то Расквартированы Все эти Радикальные Мусульмане Под Винницей Нормальным образом Там Обкрадывают Население Рядом Воруют Машины из зоны АТО Ну тут Такая же Короче Все Бригада Я не дал им Зарегистрировать Они хотели Зарегистрировать Общественную организацию По охране границы Вот эта вся компания По охране границы В Виннице Получили Государственная граница Да Приносят мне документы На Значит Общественную организацию По охране границы Я говорю А что у нас Пограничников нет И почему эти люди Они все С оружием Исповедуют Радикальные Там Течения Ислама Почему они должны Ну тут Охранять границу У нас есть Пограничники Полиция В конце концов СБУ Я так понимаю Если они расквартированы В Виннице Границы в Виннице Они будут охранять Потому что Меня задержали 14-го А 15-го Я должен был Начать операцию Общевойсковую Ну это я шучу Так По этой границе По контрабанде Так вот Они хотели Влезть в этот промысел Для того Получать Означен С целью подготовки Вторжения Из Приднестровья Ну такие Серьезные факты Ну а доказательства Это мои фотографии И то что я из Крыма Вот Естественно Как всякий Тунеядец В нашей стране Ну это я открываю Телезрителям Глаза Все эти люди Состоят на оперативной Связи в СБУ Ну по другому Не бывает Потому что В СБУ Существует Подразделение Которое Занимается Тем вопросом На мой взгляд Занимается Достаточно успешно В плане Оперативных Контактов С этими людьми То есть Все они Грубо говоря По старым Канонам Сексоты Секретные Затрудники Так вот Подтянули Они своего Этого сексота В СБУ И она написала На меня заявление По поводу Измены родины Что у нее есть Факты И так далее Значит По этому заявлению Внесли в ЕРДР В отношении меня Уголовное производство По статье 111 И задержали Привезли в Венницу Три дня Там шло шоу Нагнали туда Таких же тунеядцев Они там Давили на судью Но Не удалось Меня арестовать В установленный срок Потому что Я там болел Короче В общем Долго тянулось Это все дело Адвокатов Мне наняли Мои друзья Хороших И За 72 часа Мне не избрали Меру пресечения А так как Безальтернативная Эта статья Там не предусмотрена Залога Суд был вынужден Меня отпустить После этого Два месяца Шло следствие В ходе которого Меня допросили Аж один раз Странно Странно Меня почему-то Допрашивали Раз Наверное Ну Много Странно Скандалом Чтобы я В суде Эту ахинею Которую Несла Эта женщина Значит Средства Массовой информации Так как У них Ситуация Юридическая Немного Другая Они опровергли Все это Дело Вернули Мне деньги Перечислили Мой счет А вот Безработная Таисия Гайда Три года Собирала 1200 гривен Это к тому По поводу Чем они занимаются Эти активисты Никакого Дохода Никакого Официального Жалования Никакой Прибыли Никаких Естественно Налогов Бюджет В итоге Все дошло До того Что мы Заблокировали Определенные Вещи В свете Судебного Производства Исполнительного И вот Где-то Месяца два Назад Мне было Перечислено 1200 гривен Я Специально Не получаю Хочу направить Какой-нибудь Фонд Для детей Или для кого-нибудь Понятно То есть Это Значит Это То что касается Активистов То что касается СБУ Я выигрываю СБУ То есть Суд И первой инстанции И второй Уже признал Все действия СБУ А именно Задержание Возбуждение В отношении Меня Дело Арест Моих вещей Все Признано Незаконным Настоящий Момент Это решение Вступило В законную силу Ну естественно Никто передо мной Не извинился И в настоящее Время Мои адвокаты Подали заявление В ДБР По факту Внесения В реестр Сведений О противоправных Действиях Сотрудников СБУ В отношении Меня Значит ДБР Отказывается Регистрировать Это производство Мы уже Его Обязали Через суд Это сделать Потому что Никто не хочет Связываться С этой политикой Вы понимаете Наверное Меня Дело в том Что наша Вообще Проохранительная Система Она превратилась В такое болото Где Добиться Чего-либо Человеку Простому Без тяг В кавычках Тяг Тяг Связей С какими-то Чиновниками Денег И так далее Очень тяжело Вот поэтому Я защищаю Своё доброе имя С этими судами Всеми Вот Естественно Я уволен Из органов Министерства Нотленных дел Тоже с ними Обжал Это решение В связи С тем Что они там Намутили С приказами С ними Со всеми И так далее Я понял А вот Если вот Брать Про коррупцию На местах Местной элиты Вот Примерно Что вам В первую очередь Бросилось в глаза И что удивило Какие вот Главные Коррупционные схемы Я так понимаю И в Винницкой области И в остальных Областях Украины Я Это все очень просто Ну Вот Даже Закрытыми глазами Заходим в любую область В том числе и в Винницкую И поднимаем За последние пять лет Выделение Участков земли Для индивидуального строительства И для Застройщиков Это первая Тема Коррупции Всех чиновников Значит С каждого метра Я вам просто рассказываю Оперативную информацию С каждого метра Жилья В Винницкой области Определенные Смотрящие От клана Получают деньги Носят Их в общую Там Эту кассу Точно так же Выделяется Земля Под застройку Под продажу Для индивидуального Какого-то Строительства Это схема Которая связана Со всеми областями Нашими Самая первая Ну а дальше По специфике региона Если вот допустим Брать Винницу Это сельскохозяйственная Область Там существует Несколько Агрохолдингов Серьезных Которые Ну по большому счету Захватили Уже Землю Сейчас вот Открывают Рынок земли А мне смешно Ну просто смешно Потому что Это все Если этот Рынок земли Это Проект легализации Этих Агрохолдингов Которые уже Украли эту землю У людей Они уже Давным-давно Ей владеют И уже Никому ее Не отдадут И в лучшем случае Там этому Пайщику Выплатят Какие-то Смешные деньги Вот Почему? Потому что Эти агрохолдинги Имеют огромную Структуру Своих боевиков Своих Тунеядцев Которые за две минуты Объяснят Что нужно Продавать Все это Тем людям Которым Соответственно Это принадлежит Которые туда Влаза Как и в 90-х Придут с утюгом Получается Может не с утюгом Может коктейля Молотова Ночью Бросят На дом Дело в том Что понимаете Вот В связи Опять же Возвращаясь К моей Многострадальной Полиции С учетом Того Что Полиция Не ведет Агрессивную борьбу С этим Со всем Со всем Вы же посмотрите Все эти Финансово-политические Назовемых Олигархические Мафиозные кланы Они обросли Вот этими Всеми Боевыми группами У нас Будут в эти Банды Качать Это такой Сленг Активистов Качать ситуацию Допустим Надо Агрохолдингом Нанять людей Чтобы объяснить Колхозникам Кому надо продавать Паи Поехали Надо поехать Вот в эту Под Киевом Случилась Ситуация Вообще Анекдотичная И анекдотичное Поведение Полиции В ней Да Когда вот Перестрелялись Где они там В Браварах Да Эти все ребята Это ж вот две Такие команды Они абсолютно Не заинтересованы Были ни в каких Маршрутках Их наняли На работу Более того Вот у меня есть Информация Что Винницкая группа Она достаточно Тревожная Она уже На гастроли Ездила не первый раз И она разрабатывалась Такой структурой УСРА Ну Такое название Не очень Расшифровывается Управление Стратегических Разработок Винницкой области Вот И разрабатывали Разрабатывали Все знали Сопровождали Потом потеряли В результате Эти пострелялись По этому факту Там провели Какое-то служебное Расследование Не знаю Чем оно закончилось Ну то есть Вы понимаете Да То есть Структура Которая должна Бороться С организованной Преступностью Разрабатывает Банду Которая уже Не один раз Выезжает На подобные Какие-то Инциденты Никому об этом Не докладывает Проводит Какие-то мероприятия В результате которых Этих мероприятий Никакого результата Нет А Перестрелка Есть Ну вот Как это оценить Это анекдот Вот И такими бандами Понапихана Сейчас каждая Олигархически Криминальная Структура Почему Все очень просто На самом деле В 2014 году Произошел Слом системы То есть То есть если При Как я называю Махровом Янукович Работала Какая-то Я не Идеализирую Ни в коем случае Систему Она была Плохая Еще раз Работала Какая-то Вертикаль У нас Судов Налоговой То есть люди При решении Своих Каких-то Бизнес Вопросов Все-таки Шли Цивилизованным Путем Назовем Условно Коррумпировано Цивилизованным Обращались В какие-то Суды Куда-то В прокуратуру И так далее Сейчас это Все Умерло И система Споров Хозяйственно Мафиозных Превратилась В столкновение Бандформирования Условно У тебя Сколько Штыков Можешь Выставить Пятьсот Вот они Чуть что Пришли Качать Какую-то Стройку Или какой-то Завод И так далее Понимаете То есть это Все переросло В уже Такую Структуру Организованной Преступности Нельзя ее сравнить С девяностыми Потому что Вот в эти Все моменты Вносится Идеологический Характер Ну то есть Допустим Нельзя просто Так прийти И качать Стройку Да Нужно там Придумать Что Эта стройка Там строится Допустим На Там Российские Деньги Ну предположим Да Я утреню Или Там Еще какие-то Ну в общем Идеология Должна быть Вмешана Сюда Вот Ну и плюс Грубо говоря Наш Вот этот Бывший Президент Да И его Кланы Соседние кланы С ним Исповедующие Взявшие на вооружение Вот эту Нацистскую Идеологию Они это все Поощряют Разжигают Системой СМИ Системой Каких-то Так называемых Ломов Которые Непонятно Почему названы Лидерами Общественных Мнений Вот Ну а вся Остальная Законопослушная Украина Этому Противопоставить К сожалению Ничего не может Потому что Своих Боевых Отрядов У нормальных Людей Нет Правоохранительные Органы Проявляют Импотенцию К этому Всему Я понял А если Вот брать Венецкую Область И Вот Какие Еще Там Были Коррупционные Схемы Которые Я так Понимаю Не удалось Все-таки Переломить И Которые Я так полагаю Действуют И до сегодня Дмитрий Понимаете Дело в чем Что В чем Смысл Весь Во-первых Я там находился Всего полтора месяца И Больше боролся С внутренними Влажами Чем внешними Потому что Этот олигархический Криминальный клан Он напихал Полицию Своими Вот этими Ставленниками Всеми Которые Условно говоря Я на совещании В 9 часов Произношу Какую-то фразу А в 10.00 Об этом знает Мэр То есть От этих людей Мне надо было Избавиться Но я могу Сказать одно Как у Кощея Бессмертного Яйцо Находится В Виннице Там Иголка И при смене Руководства Мэрии При смене Руководства Области Вскроются Очень Серьезные Факты Хищений Бюджета Земли На сегодняшний Это проблема Это проблема Не только В Винницкой Области Она проблема Всей нашей Страны Так вот Почему так Борется Клан Гройсманов За Винницу Потому что Ну они считают Своей Сицилией Такой И считают Что Если они Отдадут Там Рычаги Власти Могут прийти Такие Как я Предположим И поднять Агенты Кремля И поднять Их Национальное Прошлое Которое Связано С хищением Бюджета Земли Разного Рода Средств И другими Какими-то Делами Совсем Уж Неприличными Вот Вот Поэтому Сейчас На карту Будет поставлено Все На местных Выборах И Задача Всех Сил Конкретно Того региона Сделать Все Чтобы Все эти Европейские Инициативы Они никуда Не прошли И Не смогли Получить Какого-то Большинства Для того Чтобы поставить Своих Чиновников Опять Потому что Это все Продлится Дальше То есть Получается Местные Вот эти Церки Они блокируют Любые Инициативы Которые Как-то Угрожают Их Благосостоянию И их Контролю На территории И над людьми Конечно Но это Бизнес Интересы В первую очередь Второе Это клановость Да То есть Вот Когда Допустим Гройсмана Назначили Примером Он же Перетащил Туда После того Как Насырова Они подставили Перетащил Из Винницы Начальника Налоговой Перетащил Начальника Секретариата То есть Это Клан Точно так же Как во времена Януковича Помните Была шутка В Макеевке Люди ловили И назначали На должность У нас К сожалению Это так К сожалению Вся эта Кланово Олигархическая Система Она работает Только по одной Причине Потому что Республиканские Органы Центральные Аппараты СБУ МВД Они Не дорабатывают В плане Разработок Всех этих Криминальных Образований А не дорабатывают Почему Вот Приведу вам Пример Вот Вместо Организаций В которой Я долгое время Поработал Система Управления По борьбе С воропреступностью Создано Вот этот Департамент Стратегических Разработок В принципе Я ничего против Не имею Я не только Не могу понять Зачем Была уничтожена Вся структура У нас же Была Отличная База Аналитическая Называлась Наипс Скорпион Там О действующих Руководителях МВД Много Была Информация Наверное В связи с этим Ее Куда-то Передали То есть Грубо говоря Был такой Монстр ГУБОП ГУБОП МВД Главный Управления Которым Все было Его надо было Развалить И теперь Создавать Новую структуру Без закона У нас был же Закон Организационно-правых Основных Борьбы С сроком Преступности Сейчас Закона Нет Существует Какое-то Образование На бумаге Вот И при формировании Всего этого дела Ну вот этого Департамента Средиземных Разработок В силу Вошли Механизмы Коррупции Внутренней МВД То есть Все знают Что существует Определенный Серый Кардинал В МВД Купранец Юрий Михайлович Который Бывший начальник Департамента БЭП Он туда Напихал Своих Сотрудников БЭПа В том числе И в Винницу Которые Простите Не очень Соображают Что такое Организованная Преступность Но свои люди Вот они Сформировали Эту организацию Естественно Ветеранов Там У БОПа Они туда не взяли Потому что Мы все Коррумпированы А они взяли Всех Некоррумпированных Вот Ну и теперь Они продолжают Некоррумпировать То есть Вот смотрите Я не знаю В курсе вы или нет Вот Анатолий Шарий Делал Очень интересное Расследование Журналистское По поводу Того Как работала Спиртовая отрасль У нас В момент Порошенко Да Сколько завозилось В прокуратуру Сколько В СБУ И так далее По процентам Там сидел От этого общака Березенко Такой Сергей Иванович Который Я помог Стать депутатом Непроизвольно Да Сохранив там Покой В Чернигове В момент выборов Так вот Вот он сидел И смотрите Там же расписано Все до рубля До гривны Извините Куда Чего Ну Там Заносится СБУ МВД Вы думаете Что-то поменялось Нет Почему Переориентированные потоки Просто Точно так же Бруштин И так далее То есть Задача На самом деле Не бороться с чем Задача Контролировать Свой бизнес Пока вот это все Не закончится Будут на месте Гройсманы Будут Вот взять Николаевскую область Можно Там вообще Война гангстерская Идет уже Шесть лет Даже не шесть Уже больше Там Куча Трупов Покушений И так далее Вот Об этом Все молчат Вот В момент Коронавируса В апреле Ликвидировали Ну Попытка Ликвидации Одного из Членов Кланов Противоборствующих Была Там Ну то есть Если взять Отдельно Разобрать Любую Область Это Везде Все это Присутствует Как бы Что надо делать Надо Перезагружать Систему Полностью Во-первых Ну уже Не с этим Президентом Я думаю Потому что Я так Считаю Что Недолго Осталось Потому что Гражданин Обманул Чаяния Народа Не провел Сразу Все это А сейчас Они уже Срослись Все И уже Поздно Они его Похоронят Этой всей Историей Но я думаю Все равно Придет Какой-то Момент Когда Вынут Все Оперативные Материалы Поверьте Рукописи Каноненко Ну что Спасибо 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 вам Большое За Комментарий За интервью Будем на связи В любом случае И Будем ждать От вас Интересных Публикаций Конкретики В будущем Хорошо Дмитрий Я очень рад За вас Что у вас Есть возможность Донести Свои мысли И очень Поддерживаю Ваш канал По поводу Незаконных действий Стороны власти Я считаю Что это самая Большая оценка Вашей работы Потому что Всем не нравится Что вы говорите Ну всем Я имею ввиду Власть Придержащим А это значит Что вы на правильном пути Спасибо вам До свидания Спасибо большое С нами в программе Был Антон Шевцов Бывший начальник Главного управления Национальной полиции Винницкой области Это была программа Без протокола С вами был я И ее ведущий Дмитрий Василец До скорого Редактор субтитров А.Семкин